Слушайте рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читает Олег Анофриев. Вы современную песню про кольцо и про любовь слыхали? Глупая, надо вам заметить, песня. И мало того, она ещё и в корне неправильная, в особенности вот эти слова. Нет ни начала, ни конца. Брехня! Я на факте докажу. Шаромыжникам, составившим песню, есть начало и конец есть. В 43-м году во время летних боёв мы нежданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и весёлый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжён. Деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперёк огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой. Испечённые солнцем копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастёрки от соли ломались на спинах. Есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка с гектар величиной, зеленевшей в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно. Но как ни болела, померла, говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатились вперёд на запад, как тогда шутили вояки. Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрягах. Воевать и без воды, и голодом, и холодом. И про хутор Михайловской мы, скорее всего, забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадала нам всякая военная лиха. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофёра Андрюхи Колупаева. Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного арт-дивизиона и взвод этот связистов, разведчиков, топографов вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом возил по фронту на отечественном газике этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шофёрам давали звание за умелость и талант, Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком. Такой он был классный шофёр. Где студер не везёт, трактор буксует и олень не идёт, там Андрюха Колупаев пройдёт, говорили про него. И через это умение шибко доставалось Андрюхе. Газик, которому он саморучно приделал ещё одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно. И когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать её уже не могли. Вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль за боевые заслуги и новую трофейную машину. Однако, произошло это уже в Польше. И до события того было ещё, ой, как много километров. Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит. Лицо его осунулось, и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли. Не заболел ли? Дома всё ли в порядке? Может, письмо худое получил? Отстаньте вы от меня! Отцепитесь, чего привязались! Надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова. Крутой нравом, занозистый мужик, ещё в гражданке избалованный, как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне Марк удержал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления. Ну, хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да и в других вопросах, были у нас люди и попроницательней, и вострей его. Скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было ещё, и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат, зрящий на три метра в землю, а может и дальше. Андрюха Колупаев влюбился. Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскуя в нём ту красоту и значительность, за которую Господь Бог не спослал человеку. Этакое чудо. Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там? Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили. У радиатора газушки вертел заводную ручку и матерился на весь украинский фронт коренастый, чернявый, набурято смахывающий мужик. О, любовь! Ты и вправду что слепа! У меня вот взять шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал он у меня коромыслом за то глаза, как у артиста Дружникова, задумчивый. Внешность хоть куда, но завлёк я кого-нибудь, а? Завлёк! Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусоленным химическим карандашом было выведено «Коханый ми!» Всё остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, а потом и вовсе уединился в кабину. «Коханый ми!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловской, пока мы издыхали на высотах, и у нас засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов 22-23. Мы видели её, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с чёрными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях, то-то она поднарядилась в фартук с лентами и всё напевала. «Будь ласка, Андрея Степанычу, будь ласка!» Ух! Лицо Андрюхина так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время масленицы и сверх того ещё пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу. Фасонит Колупаев Андрюха задаётся. Но у него же в Забайкальском совхозе имени десяти замученных красных партизан имеется жена и двое детишек. Забыл? Напомним! Рассказывай, голубчик, как и что было детально и досконально рассказывай, иначе... Ну, не могу, ребята, хоть режьте. Любовь промеж нас зачалась гибельная. И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне. И его по правилам с машины сымать надо бы, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвёл всех нас жалеющими глазами и вздохнул. Очень, ребята, хорошо любить. Вроде бы и мучения, а всё одно хорошо. Поняли мы его. Ничурки. Как-никак в школах учились. В пионерах иные состояли, и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадёжил на будущее своей любовью. Письма Андрюха получал с каждой почтой. Иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по много раз каждое письмо. Потом Андрюха залесил вокруг меня. Угодливым сделался. В кабину зазывал, где ехать-то благодать. Спать можно. Пылью не душит. Я не сразу, но уразумел, в чём тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчёт жестокого оскала войны, где нам тоскливо без женщин. Особенно, когда цветут сады, поют соловьи, где только пули свистят по степи. Тускало звёзды мерцаю и горько пахнет чёрным порохом, которым мы овеяны. Чтобы всё было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных симпатий, я научал тереть бумагу о закопчённый котелок либо обжечь по углам. Тот-то бедные девчонки в тылу переживали, получив опалённые огнём письма. Совсем обезумел Андрюха Клупаев от любви. Хочет, чтобы я написал хорошее письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из тёмной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по нескольку дней. Бывал, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, всё же отказал ему. С заочницами, мол, баловство и развлечения, а тут дело серьёзное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал. Если бы я знал, чем всё это кончится. Но никому неведомы девственные тайны любви. Очень путанная эта штука любовь. Она как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов любви столько, что не приведи ты, Господи. Отвлёкся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уж всего изгрызла за это супружница. Балаболка, ты, говорит, балаболка. Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная. Куда что и делась. Зимою, во время тяжёлых боёв под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинёшкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали. Как бы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас. Но получилось, как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса. И то письмо, что назначалось в хутор Михайловской, ушло в совхоз имени десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот. Из хутора Михайловского письма прекратились. А из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много, и насчет пенсии, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет там подвозки дров, и сена, учебы, работ, ну, по всяким разным причинам. И правильно, кому же еще как не командиру пожалобится одинокой женщине или старикам родителям. Он, командир, отец над всеми, а значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, и не надо терять такое качество и нынешним командирам. Разные бывали письма. Помню, одна бабенка спрашивает в письме своем мужи. Где такой-то? Не получаю писем. Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил. Так и так. Ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение. Где тот госпиталь, спрашивает бабенка в другом письме. Я немедля туда поеду навестить дорогого мужа. Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж. Снова вежливо отвечает майор. Дерьмо ты, а не командир, коль не знаешь, где находятся твои бойцы. Это нашему-то майору, который из пеленок приговорил к себя повелевать людьми и красоваться в военной форме. Такие слова. Эх, бабы, бабы, дуры вы, бабы, право слово, дуры. Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского совета. В конце письма он присобачил печать, поставил верно и учинил размашистую принципиальную подпись. Это уже документ. На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили. Мы тут работаем, не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма, а в результате узнаем, чем вы там занимаетесь. Тут стояло слово буквально определяющее, чем мы занимаемся. Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что если меры не будут приняты, и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему тире Сталину. Молодой щеголь-майор, перед самой войной окончившее артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвяковал шпорами и шептал угрожающий. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком о сучковатый накат и, схватившись за голову, рявкнул. Вы чего улыбаетесь? Такой же бабник, такой же свистун, Колупаева ко мне, бегом! Я хотел обидеться на бабника, да не посмел и поскорее вызвал чмо. Такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровалась она точно чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на чмо бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху. А я с завистью и интересом слушал заманчивую с моей точки зрения жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подойница, следом голос, шоб ты скозыла с худа скотняка. На кого-то покриковал повар, ты у меня получишь, ты у меня получишь. Кто получит, чего получит, я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский виск. Живут же люди, ей-богу, я уши развесил, настраиваясь на женский виск, но вятский голос старшины Жвакина занудил. Эдак я все пораздам, а майору что останется? Главная цель Жвакина на войне потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминучая. Чего заныл-то, услышал я Андрюха Колупаева? Достать надо уметь, на то ты старшина. Что ответил старшина, я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан. Ну, какую холеру надо, Колупаев слушает. Мне, простуженному в конец, обсопливившему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение, живет, как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится. Лучше бы за адресами ладом следил. А ничего, сказал я, иди-ка вот сюда на передовую, на наблюдательный пунктик, и тебе тут чего-то дадут. Пропел я на мотив популярной до войны песни «Мама, мама, мне врач не поможет». И я влюбился в девчонку одну. Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял. Есть ковды мне ходить расхаживать. У меня машина, понимаешь, мне по картошке ехать надо, понимаешь, чтобы вы проворнее воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь. Я держал трубку телефона на отлете и по блиндажу разносилась его запальчивая. Понимаешь. Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдение, чего-то сложное высчитывал и протянул руку за трубкой. Товарищ двадцать пятый говорить будут. Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту, чего-то соображал. Колупаев, немедленно, слышь, немедленно ко мне. Есть, пискнул Андрюха и добавил, есть немедленно. У нашего майора не забалуешься. Когда он по его выражению с картой работает, и вовсе под руку не попадайся. Вот так-то, товарищ Колупаев, сказал я, растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать, зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно. Слышь, заныл Андрюха, и не спрашивай, и не приставай, военная тайна, отверг я его домогание и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу пушка, поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и как глухарь на таку повторял тэкс, тэк, тэк, должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем, в такую минуту у него можно было стянуть что угодно. Я уже по всем батареям прочиркал последнее известие. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефоны спрашивали, не появился ли на передовой влюбленный водитель Газика. К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот с дальних телефонных линий по индукции доносило, ну, а вон чего, а-ха-ха-ха-ха-ха! Немцы и те что-то примолкли. Лишь один Андрюха Колупаев ни сном, ни духом не ведал, какой ураган надвигается на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение. И когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру. Прибывает! И защелкали клапаны на всех телефонах и понеслось по линии внимания, как перед артподготовкой. Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, без того уже застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному. Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию. Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постуковал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал, чего будет. Боец Колупаев наконец выдавил командир дивизиона и повторил боец. Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня, но я в отмеску за то, что он скользнул по мне взглядом как по бревну и относился ко мне в последнее время плохо, ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами. Держись без поддержки, масс, раз ты такой гордый. Иди-ка сюда, боец Колупаев, поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонации майора, всех тайн скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я, телефонист, простодушно двинулся к столу, точнее, к избиной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов. Так, так, боец Колупаев, постучал пальцами по столу майор, воюем, значит, громим врага. Да я че, я за баранкой, увильнул встревожный Андрюха, это вы тут действительно без пощады, ну, чего уж скромничать, вместе, грудью, так сказать, за отечество, за матерей, жены, детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети? Все как-то забываю спросить. Так эти, я вроде сказывал вам, конечно, много нас, не упомнишь всех-то, жена, двое ребят, все как полагается. Пишешь им, не забываешь. Да эти, как забудешь-то? Свои. Ага, свои, правильно. Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них. Я держал нажатым клапан телефона и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты. Замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую дипломатическую работу. Атмосфера сгущалась. Я бояться чего-то начал, и даже из простуженного носа у меня течь перестала. А чего случилось, товарищ майор? Не выдержал Андрюха. Да ничего особенного. На вот почитай. Майор протянул Андрюхе размахлившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги, и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши. Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, они набухали, полнели, и клейко текли за гимнастерку под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным потрясом в голосе напевал переиначенную мной песню «Артиллеристы, точнее, прицел, разведчик стибрил, наводчик сел». Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину Богом. И вот сатирический куплет повторяет и повторяет «Худо дело, ребята! Ох, худо!» Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой. Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени, ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали и только безостановочно зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по спиным щербинам и отвесно со звуком падал с носа на приколотую карту. Хоть бы отвернулся, карту ведь портит, ежась от страха простонал я. Телефонисты требовали новостей, зумерить начали, а пошли вы! «Ладно, ладно, жалко уж!» Голос мой видать разбил напряженность в блиндаже, майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю. «Воюем, значит, боец скалупаев!» подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. «Бьем, значит, гада!» Андрюха все ниже и ниже опускал голову. «Заступница, матушка, Пресвятая Богородица, пусть майора вызовут куда-нибудь!» взмолился я. «Никто майора не вызывал, меня аж затрясло! Когда не надо, трезвонят Ироды, телефон рассыпается! Вы что же это? Лямуры на фронте разводить, а?» «Кого?» прошептал Андрюха. «Он не понимает! Он непорочное дитя! Он...» Майор негодовал. Майор наслаждался, как небесный пророк и судья своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушающую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего же не любят его в дивизионе особенно люди нечинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне, указывая на Андрюху, воззвал с негодованием, «Вы посмотрите на него! Это же неинный агнц!» Я к отчаянием головы подтвердил, что, мол, и говорить-то тип, и тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все, «Сегодня вы предали семью, завтра родину предадите!» Ну уж, молчать, когда я говорю, и шапку, шапку! Майор сшип с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. Ну уж, это слишком! Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, а глаза раскаляются. Ой, батюшки, что же будет? Если будете кричать, я уйду отсюда, обрывая майора, заявил Андрюха, и руками не махайтесь, хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте. Что? Что? А ну, повторите! А ну! Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах. Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился. И в это время нет, есть солдатский бог, есть, какой он, как выглядит и где находится, пояснить не могу, но что он есть, это точно. Двадцать пятого к телефону! По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал сухо-трубку из штаба бригады товарищ майор! Ай! Ай! Черт! Все еще дрожат негодования. Командир дивизиона выхватил у меня трубку. Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи. Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да! Чего надо? Как всегда. Огурцов! Огурцов побольше! Чем занимаюсь? Майор выворотил белки в сторону Колупаева. С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство пока Бог миловал. Да! 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 Точно! Точно! До свидания, товарищ пятый! Не беспокойтесь! Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю! Он сунул мне трубку. Она была сырая. Сдерживал себя майор и нервы его работали в холостую, гнали под по рукам. Ни одному Андрюхе потеть. Ну, как там у вас? Послышался вкратчивый голос. Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста. Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, пододвинул к ним чернильницу с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, зарезшей пальцами в карман, пиши, уже утихомеренно и даже скучно, сказал он, я тоже начал успокаиваться, если майор перешел на ты, значит, жить можно. Андрюха вопросительно глянул на майора. Письмо пиши. Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки непроливашки, макнул перо, сделал громкий выдох, занес перо над бумагой три класса вечерней школы. С такой грамоты писать под диктовку. Майор пригибаясь начал расхаживать по блиндажу. Дорогая моя любимая жена. Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул. Я этого писать не буду. Почему вкратчиво с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор? Потому что никакой любви промеж нас не было. А что было? Насильство. Сосватали нас тятя Смава и все. А крутили попросту сказать. Ложь! скривил губы майор. Наглая ложь, чтобы при советской власти в наши дни такой допотопной домострой домострой хужее. Я был артачиться зачел, да пахан меня перетягой так опоясал. Никакая власть даже советская тятя моего осоврасить не сможет. Давайте, давайте, покачал головой майор. Вы посочиняйте, мы послушаем. И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И снова я угодливо распялил свою пасть. Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика. Не к месту, конечно, меня лукавый попутал. Всю ответственность постовка я не понимал тогда, затмила, но извините меня, товарищ майор, артиллерист вы хороший, и воин может быть жестокий коврагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то, и другое, потолкуем. А сейчас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная, завтра наступать слышу будете, мне вести взвод. Андрюха достал из-за пазухи рукавицы письмо семье и в сельсовет ночись напишу. Покажу вам. Покаяние Галине Артюховне так же будет сделано. Разрешите идти. Идите. Я удивился. В голосе майора мне почудилась пристыженность. Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись цигаркой в огонек коптилки и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору. Шибко я потрясенный. Покурю в тепле. И курил молча до половины цигарки, а потом вздохнул протяжно. Жизнь в одной вашей Москве протекает, товарищ майор. По всему СССР она протекает, а он, милый, ого-го-го. Гитлер-то вон пёр, пёр, да и мочой кровавый зашёл. И на огромадной такой территории очень жизнь разнообразная. Например, встречаются ещё народы единым мясом или рыбой без соли питающиеся. Есть которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведьмедю или даже змее. Майор часто, моргая, глядел на Андрюха Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал. Плюнул в ладони Андрюха, затушил цигарку, как человек, понимающий культуру. Вам вот вновь знать, небось, какой обычай остался в нашей деревне? Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. Родитель перетяга или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесёшь. Как это? вина? Вина, хмыкнул Андрюха, вина само собой, но главное плюху, желательно такую, чтобы родитель с копыта вдолой. Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит. Я вот своротил тяти санки набок, видишь, вот до шофёра самоуком дошёл, киржатскую веру отринул, который даже воевать запрещает, а я худо-бедно фронту помогаю. Не в молельню ходил божецкие стихиры слушать, а в клуб на беседы. Очень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах. Идите, устало повторил майор, Андрюха, баскобайник окаянный, подмигнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю. Всё правильно, всё совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец, Андрюха, большого достоинства боец, не то, что я чуть чего и залыбился, чего изволить. Тьфу! Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту. Ишь, какой! Откуда что и берётся, буркнул он сам себе под нос. Снюхался с хохлушкой, часть опозорил, а ещё болтает о мирах. Многлит. Ну, погодите, герои, доберусь я до вас. Наведу я на этом чмо порядок. Письма Андрюхины майор проверил или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив под бритые брови и грозя Андрюхе пальцем, чтобы не было у меня больше никаких ля амурчиков. Эй, товарищ майор, отметил я тогда про себя, и вас воспитывает война тоже. Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем. И бедак какой неряшливый сделался. Вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось. Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе. Эх, ребята, если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной. Очень это хорошая женщина, ребята. Она б меня простила и приняла. Да детишков то куда же денешь? Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье. Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы от войны он наехал на противотанковую мину и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я. телефонист истребительного арт-дивизиона Костя Самопряхин. Вы слушали рассказ Виктора Астафьева «Передышка». Читал Олег Ануфриев. «Передышка» 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 «Передышка»